Добрый день, меня зовут Игнатьева Ксения Вячеславовна, я являюсь региональным координатором Корпуса общественных наблюдателей Ульяновской области. Я хочу вам представить своих коллег, это Степанова Евгения Владиславовна, она является опытным общественным наблюдателем с присутствием, ее стаж составляет один год. Это Статенина Валерия Викторовна, она является новичком в нашем корпусе общественных наблюдателей, она выходила только на основной период государственной итоговой аттестации. Это Губина Валерия Викторовна, она также является опытным общественным наблюдателем, она работает в двух направлениях, онлайн-наблюдение и, соответственно, наблюдение с присутствием, стаж ее также составляет один год. Корпус общественных наблюдателей является Всероссийским волонтерским проектом, основанным Российским Союзом Молодежи по заказу Рособорнадзора в 2014 году. Главной целью нашего проекта это повышение качества образования в Российской Федерации, а также объективности и прозрачности в сфере государственной итоговой аттестации. Ульяновский корпус общественных наблюдателей был сформирован в 2015 году на базе Ульяновского государственного педагогического университета имени Ильи Николаевича Ульянова, и первоначально мы курировали исключительно общественных наблюдателей с присутствием. Главной задачей нашего корпуса является осуществление мониторинга проведения государственной итоговой аттестации для соблюдения порядка проведения экзамена как со стороны сдающих экзамен, так и со стороны организаторов ППЭ. С 2018 года мы расширили свою деятельность, с 2018 года мы начинаем курировать сдачу итогового сочинения или итогового изложения, а с этого года, с 2019 года в нашем регионе наконец-то появился первый ситуационный центр, который позволяет нашим федеральным общественным наблюдателям курировать работу других регионов. То есть с помощью онлайн-наблюдения мы смотрим за ППЭ, находящимся за пределами Ульяновской области. Можно уже вопросы задавать? Скажите, пожалуйста, не совсем понимаю, вы непосредственно в день ЕГЭ приходите или вы смотрите работу до, да, организационную, во время, и плюс как-то после, возможно, контролируете? Вот можно немножко понять, то есть в какой момент вы вступаете в свою законную силу, так сказать? В свою законную силу мы, естественно, вступаем непосредственно в день проведения государственной итоговой аттестации. Мы приходим в 8 утра и с 8 утра начинается наш рабочий день. Мы начинаем проверять подготовку к допуску участников непосредственно в ППЭ, смотрим, готовы ли сами руководитель ППЭ, члены ГЭК, организаторы в аудитории, вне аудитории к работе. Мы смотрим саму процедуру запуска участников экзамена непосредственно к экзамену, и после этого наблюдаем непосредственно за сдачей уже учениками. Но наша деятельность не заканчивается на завершение экзамена в аудитории. Мы смотрим до конца, до этапа сканирования, чтобы были соблюдены все правила проведения экзамена. Скажите, пожалуйста, как к вам относятся сами выпускники, когда они видят, что есть общественные наблюдатели? Скажем так, мы проводим информационные кампании, они также проводятся в школах, и вот выпускники этих школ прекрасно понимают, что общественные наблюдатели в принципе созданы с целью защиты их прав. То есть, чтобы не только они, соответственно, не нарушали порядок проведения экзаменов, но и сами руководитель ППЭ, организаторы в аудитории и вне аудитории. То есть, мы выступаем за их защиту. К сожалению, люди, которые сдают экзамен, но не осведомлены о нашей деятельности, они воспринимают нас как людей, которые стремятся все-таки выявить списывающих и вывести их за территорию ППЭ. К слову о списывающих, да, вот вы с 2015 года работаете. Были за это время выявлены какие-то серьезные нарушения вами, да, было ли это в вашей практике? Если можно, сориентируйте, пожалуйста, ну хотя бы приблизительно по цифрам, да, то есть какое количество и растет ли с годом, да, за уже 2019 уже лето. Как раз ребята сейчас активно сдают на стадии сдачи ЕГЭ, ГИА, то есть насколько растет, да, вот это вот, возможно, или наоборот уменьшается количество каких-то нарушений? Ну, знаете, я работаю только уже один год, как уже Ксения сказала, но вот пока я выходила на общественное наблюдение, таких серьезных нарушений нет. Есть какие-то такие легкие, ну так скажем, помарочки, то есть часы не в том месте висят, не все могут сдающие их увидеть, и в принципе все. То есть таких серьезных нарушений нет, и ребята пошли достаточно умные, и они даже не пытаются списывать. То есть нарушений при списывании нет. Если говорить об удаленном, с 2015 года, соответственно, на ранних этапах наших деятельностей были выявлены, ну, небольшие количества, 3-4 за весь основной этап. С 2016 года, соответственно, я уже такого не замечала. Вопрос в Сева. Скажите, пожалуйста, какие категории населения, кто может стать общественным наблюдателем, и как это можно сделать? То есть, может быть, какой-то экзамен пройти, тест и так далее? Чтобы стать общественным наблюдателем, это может стать любой гражданин Российской Федерации старше 18 лет. То есть успешно прошел обучение, прошел аттестацию, аккредитацию, то есть он полностью знает свои обязанности, что он должен делать, какие нарушения могут быть. То есть, ну, в принципе, каждый желающий может им стать. Я немножко еще поясню. У нас есть информальное разделение, есть региональные общественные наблюдатели и федеральные общественные наблюдатели. Федеральные общественные наблюдатели, которые изучают специальные кодексы, они все-таки работают со стороны Российского Союза молодежи. Так что преимущественно нашими коллегами являются граждане Российской Федерации от 18 до 30 лет. А так региональным общественным наблюдателем, соответственно, может стать любой гражданин Российской Федерации. Единственное, что будет пометка, что родители и родственники сдающего не могут присутствовать в ВПЕ, где находится непосредственно их родственник. А как это можно сделать? Надо подать заявку куда-то, надо потом экзамены сдать, где можно их сдать. То есть, про саму процедуру скажите немножечко подробнее. Я не могу полностью раскрыть вам особенности региональных общественных наблюдателей, так как это делается независимо от меня. Но про федеральных общественных наблюдателей. Набор проходит в феврале месяце. Соответственно, мы проводим информационные кампании. И непосредственно мне, как руководителю этого корпуса, можно отправить заявку о том, что человек желает вступить в наш корпус общественных наблюдателей. Далее проходит несколько обучающих семинаров, которые готовят. Мы изучаем порядок проведения экзаменов, мы изучаем наши полномочия и наши обязанности. После этого на базе федерального центра тестирования, там также открыта обучающая платформа, проходит итоговое тестирование. И здесь уже это ключевой этап, потому что здесь проходит отбор федеральных общественных наблюдателей. Те, кто не набирает определенное количество баллов, соответственно, аккредитованы не будут. Те, кто набирает определенное количество баллов, я формирую списки и отправляю их в Институт развития и образования для аккредитации. Соответственно, после этого они получают на руки удостоверение, и с этого момента они становятся действующими федеральными общественными наблюдателями. Сколько действует это удостоверение по срокам? То есть, если ты вступил, там есть ли определенная потом переквалификация, возможно, там, ну, то есть, снова, чтобы тебя записали в ряды общественных наблюдателей. И основная мотивация того, чтобы становиться общественным наблюдателем, то есть, лично для вас, это как карьерный рост, или это просто, да, очередная там общественная нагрузка какая-то? Вот об этом, если можно. Так, если говорить конкретно о мотивации, наша мотивация является это активная гражданская позиция. Мы сами, соответственно, были сдающими экзамен, мы сами понимаем, насколько важно встать на позицию сдающего, защитить его права. Мы сами понимаем, насколько важно встать на позицию организаторов ППЭ и защитить их права от списывающих и не очень честных студентов. Поэтому это, соответственно, наша главная мотивация. Что касается сроков действия удостоверения, как правило, прописывается конкретная дата экзамена. То есть, именно в эту дату действует удостоверение. В удостоверении может находиться несколько дат. Если говорить о целом, сроки действия, то это обычно делится на период. Есть досрочный период экзамена, сдача государственной итоговой аттестации, соответственно, действует удостоверение на досрочный период. Сейчас у нас у всех находятся удостоверения, которые действуют на основной этап сдачи государственной итоговой аттестации и на резервный этап сдачи итоговой государственной аттестации. Если вы поймали человека, который списывает, можно ли с вами договориться, либо сразу следуют штрафные санкции? То есть это может быть первое предупреждение, второе еще что-то, а уже на третий раз идет протокол фиксации, девочки. Но вообще говоря о том, чтобы поймали, как человек списывает, на самом деле немного неправильная формулировка, именно поймали. Мы сидим аккуратно в аудитории, или если мы онлайн-наблюдатель, мы смотрим на мониторе, и мы не можем точно знать, списывает этот человек или нет. Потому что если, может быть, девушка волосы как-то отодвинула, мы неплохо видим ее руки. Если парень как-то странно сидит. Бывают случаи, когда мы понимаем, что школьникам просто комфортнее так сидеть, и мы не имеем права мешать им своими подозрениями в этом случае. Мы не можем подойти к ученику и стоять у него над душой, ждать, когда же он достанет свою шпаргалку. Мы можем только, если это онлайн-наблюдатель, поставить метку, чтобы наблюдатель с присутствием или член ГЭК пригляделся к этому ученику. Но также ловить за руку мы не будем, мы не будем обыскивать, мы не имеем права вообще прикасаться к ученику, нарушать его личное пространство. Но если мы видим то, что кто-то, может быть, достал бумажку, если мы точно уверены, что кто-то списывает, если мы, возможно, слышали разговор по телефону, увидели телефон, то тогда мы обращаемся к члену ГЭК. Мы сами ничего в этом случае не делаем, мы наблюдатель. А почему я так конкретизирую именно в том, что мы не можем трогать, мы не можем обыскивать? Изначально, в начале функционирования корпуса общественных наблюдателей нас побаивались, думали, что мы выискиваем тех, кто списывает. На самом деле мы просто следим за процессом и хотим, чтобы все было честно и прозрачно. Процедура была правильной, хорошей. По большей части мы следим не только за учениками, но и за организаторами. Поэтому поймать мы никого не можем. Мы можем высказать свои подозрения члену ГЭК, чтобы он уже смотрел, да или нет. Спасибо. Скажите, пожалуйста, а вот вы ступаете во время как раз-таки периода, когда сдают экзамены ребята, а вот все остальное время, чем до этого занимаете? Или вы просто вот наступило время, вы как бойцы вышли, время экзаменов прошло, вы там скрылись куда-то, ушли в тень. Как происходит вот этот вот период времени, что вы делаете? Дело в том, что мы заняты практически целый год. И в свободное время мы посвящаем изменениям, посвящаем свое время изучению изменений, которые вносятся в порядок проведения экзаменов. Наш, скажем так, рабочий год начинается с досрочного этапа проведения экзамена. Мы курируем те экзамены, соответственно, дальше это основной период, дальше это резервный период, дальше это счастливчики, которые начали пересдавать экзамены в сентябре, далее это сочинения. И так из года в год. То есть сказать, что мы где-то там отдыхаем нельзя. Помимо этого, мы также присутствуем на конфликтных комиссиях, это тоже наша работа. Мы ездим в региональный центр обработки информации, также курируем, смотрим проверяющих. И также нас в 2018 году задействовали как общественных наблюдателей на выборах, и, соответственно, на какие-то серьезные мероприятия нас также могут попросить выйти. А вот общественные наблюдатели, можно считать, что это старт какой-то карьеры, скажем так? То есть есть дальше куда расти, может быть, какую-то должность занять? То есть вот все равно у каждого человека, который идет в общественные наблюдатели, есть какая-то мотивация? Может быть, ли она карьерная? Скажем так, мы работаем от Российского Союза молодежи, и это просто глобальная такая площадка, которая может дать старт каждому. Мы, как общественные наблюдатели, мы связываемся, соответственно, с сотрудниками института развития образования, мы связываемся с сотрудниками института развития образования. У нас много связей, это не очень хорошее слово, но мы часто знакомимся с какими-то людьми, соответственно, одно знакомство, оно может нам позволить расширить нашу деятельность, наше поле деятельности. Если говорить о конкретно росте карьерном в рамках корпуса общественного наблюдателя, то, соответственно, он также возможен. Во-первых, региональный координатор может стать резко федеральным координатором. Эта должность объединяет несколько регионов, то есть курирует не один, а несколько регионов. Далее есть координационный центр, то есть именно туда также может попасть общественный наблюдатель. Но все, соответственно, это зависит от стажа. Мы с вами прекрасно понимаем, что если человек неопытный в этой сфере, ему нужно какое-то время отработать. Еще вопрос. Это оплачивая работа или это только общественная инициатива? Нет, это исключительно общественная инициатива. Конечно, ВУЗ особо активным может выделить какое-то поощрение в рамках стипендии, но это чисто наша гражданская позиция. Вот по вопросу ЕГЭ, вы сами, девочки, сдавали ЕГЭ наверняка, и было это не так давно. Но вот на ваш взгляд, немножко отойдем от темы, как наблюдатели, ужесточаются ли каждый год права? Потому что сами наверняка вы недавно читали, что в Уфе, по-моему, девочка скончалась от того, что сдавали ЕГЭ. Вот насколько вот эта накаленная обстановка сама вот внутри там, и вот по сравнению с тем, как вы сдавали и как сдает сейчас, есть ли ужесточение в этом плане? В этом плане ужесточения нет, правда. Если говорить конкретно о случае, который произошел в Чувашии, то здесь я бы не сказала, что есть вина со стороны федеральных общественных наблюдателей. И вообще членов задействованных в организации ПП у девочки были проблемы с сердцем. Здесь уже, да, так получилось, что это стрессовое состояние, оно у каждого школьника возникает в период сдачи экзамена. Но это может быть и не ЕГЭ. Даже если мы просто очно разговариваем с учителем непосредственно, это тоже стрессовая обстановка. Что касается действительно ужесточения, нет, их нет. То есть мы делаем все, чтобы ученикам было комфортно, включая то, что у нас есть рекомендации, как у общественных наблюдателей, например, не заходить дважды в одну и ту же аудиторию, чтобы не нервировать школьников, не хлопать дверьми. То есть мы сделаем все, чтобы школьникам было комфортно. Дальше все зависит от школьников. Другое дело, усложняются ли сами варианты, которые попадаются в контрольно-измерительных материалах. Еще один такой вопрос. Вот у вас сегодня здесь четверо. На этом заканчивается круг региональных общественных наблюдателей или вас на самом деле больше? И это не только студенты педуниверситета? Я курирую в основном студентов. Но если говорить об этом, то федеральных общественных наблюдателей, конкретно с присутствием НАС-30, НАС-30 также онлайн-наблюдателей, в районе 50 человек задействованы в ситуационном центре. Ну и, соответственно, в каждом ВУЗе очень много региональных общественных наблюдателей. К сожалению, количества я не скажу, их действительно очень много. Все, девушки, спасибо. Спасибо большое, что поотвечали на вопросы. Спасибо. Спасибо.